А вот он и открытый мир Вообще хочу сказать, что графика здесь по прикольному принципу устроится Всё в каком-то блюре, блуме, замылено в спецэффектах И поэтому она с одной стороны какой-то красивый и мультяшный Ну не то, что мультяшный, но в общем такой красивый какой-то смотрится С другой стороны, конечно, не очень она реальна Игра света, всё это как-то чрезмерно Да, тут уже подходит слово мультяшность Depths of field всякий, то есть не очень чётко она выглядит Если подойдём вот к этой херне, ну это Вот это лиана, не лиана, херовая херь вообще Вообще я посмотрел, игра вышла и на приставочках, соответственно Понимаем, что это значит При этом она получилась легковесной Уровни грузятся легко Недолго И тут она везде летает Обычно, когда какую-нибудь современную РПГ запускаешь Она там начинает еле ворочаться Там вся тормозит во всех местах Лагает Тут же прям, как не знаю, в принцов персии Если вы играли, прям легко-легко всё бежится А зато, что вот прикольно, что я заметил Это трава расступается перед чуваком Ну не то, что проступается, но она от него шевелится Вот он где бежит Честно говоря, это, по-моему, первая игра Во всяком случае, в которой я на это обратил внимание Да и, скорее всего, вообще первая, где вот Такой эффект есть Очень-очень неплохо Оживает мир опять же То есть вот он бежит И травка прям Вот она прям наклоняется Ебать, это всё-таки Вот мы видим длинный кустик Он прям Хопа Охереть Очень неплохо Конечно, тут нет полной реальности какой-то Ну не то, что полной реальности Но глубокой особо модели Но всё равно Очень-очень-очень-очень И очень, как бы Вот у нас водичка Чё, посмотрим Чё она из себя представляет Блять, непонятно как-то Ну, по-моему, она не очень всё-таки водичка Вот вообще преломление в ней Вот, чё видно внизу, да Вода преломляет Вот это вот классно сделано Реально прям Прикольно там Хотя нет Ну, в общем, какие-то двойственные впечатления от воды А на дело в том, что тут прозрачная ещё То есть бывает как-то более зелёная ещё какая-то А здесь прозрачная Но всё-таки она не очень реальная Зато вот чё есть Это преломление А-а-а Блин Как-то особо не обращал других вниманий Где хорошая вода О играх Но как-то особо это не замечал Вот Блин, преломление классно прям выглядит Вот если вот так вот смотреть Вода действительно на воду похожа А если смотреть вот так вот вдаль То как-то похуже Вообще растительность в принципе вот с такого расстояния Живенько выглядит Но вот тут идёт то ли depth of field То есть вот мы смотрим на дерево И оно размазанное Не чёткое Это хреновато Текстура на дереве весьма приличная Да и на земле вот так вот Ничего так Чё-то есть Но тут нельзя наклониться к ней Посмотреть поближе Галька тоже ничего Ну графика однозначно выше среднего Но вот Как она соотносится с готикой Это всё-таки вопрос Мне кажется всё-таки в готике четвёртой получше она Но здесь вот есть фишки Как минимум Трава раступающаяся Это Очень нехилый плюс В копилочку-то Всё-таки чё раздражает Это вот эта вот замыленность Она есть И Если Как-то это Несколько раздражает Это с одной стороны Как-то Прикольно выглядит С другой стороны Ты как будто это Сфокусировать взгляд Не можешь ни на чём Всё как-то Замылено Блин Чё-то боёвка Походу Тупое закликивание То есть Просто тупо Жмёшь на левую И бесит Есть прицел Вот На Враге появляется Вот такой крестик Возможно Это для консолей Автоприцеливания Какой-нибудь Хрен его знает Но это Честно говоря Очень нехило Раздражает Блять Да что ж ты будешь Когда подходишь Жмёшь пробел И он сразу Всё берёт Это тоже Раздражает Потому что Обычно Подходишь И инвентари Хопа Вот это я не знаю Это по-моему Мой инвентари То есть Ну знаете Да Заглядываешь В врага И берёшь Чё-то А тут просто Пробел Жмёшь И всё Ну вот Блин Опять Замылено Как бы Всё-таки Это хреновато В Махаче Герой тяготеет Кунфу стилю То есть Вот он Как-то всё Пытается Как-то развернуться С вертушечки Ударить Чуть-чуть Раздражает Всё-таки Хотелось бы Как-то более По-богатырски Что-ли Пиздить Картинка Вся Забломлена Вот мы видим Он светится Нереально Совершенно Как золотом Начищенный Это с одной стороны Красиво Но мало реально В то же время Ещё раз Подчеркну Картинка Именно глазу Очень приятная Ну и что Что мы не можем Сфокусировать Взгляд Вот на этом Деревце Причём В настроечках Особо Может это Из-за демки Но тут Особо И нельзя Настроить Тут нет Настроек Никаких Практически Разрешение Ещё Чё-то И всё Может в полной Версии Можно Будет Ебать Физика Налицо Вот он Камешки Бросил Всё Катится При этом Ничего вообще Не тормозит Вообще Летает Пипец То есть Она даже С фрапсом Хоть и Двадцаточку Идёт Но Двадцаточку Как бы Быстро Быструю Такую Двадцаточку Какой-то Тут Смешной Смешной Момент Карта на F6, это, конечно, очень мощно, как вы сами понимаете. То есть вообще никаких не лагов, пипец, ничего, протормозов, подгрузок каких-то, ничего нету. Ну вот, видим, то есть Depths of Field налицо, все остальное ничего не видно, на чуваке сфокусировано, и он весь светится. Из-за этого, конечно, блин, в 500 раз повторюсь, получается это мультяшно, очень сильно мультяшно. В Готике с этим несколько получше, там тоже такая картиночка яркая, но все-таки как-то получше. Блин, в этой игре самое интересное сделали, что я видел, это стрельбу из лука. То есть переходим в снайперский режим, пуляем, и видно, как это прикольно, стрелы летят, вообще прикольно. Да, ебаный в рот, здесь какие-то вообще фейлы идут. Пиздец. Все, тут я сдаюсь, надо какой-то Open Inventory, Select Magic Tab, Select Леолета Поля, и, короче, тут я не понял, что делать. Ну и в жопу тогда. Ну, в общем, игра, конечно, достойна внимания, но пока что, пожалуй, по ощущениям проигрывает Готике. Но тут надо еще побольше посмотреть, что она из себя представляет. Желательно в полную версию, а не в дему. Ну и, естественно, русскоязычную.